Приветствую вас и, как мне показалось, проблема, которую вы описываете, она кроется не столько в вашем молодом человеке, сколько в вашем самой. Дело в том, что один факт вашего сомнения в себе, вот сомнения в том, что вы желаете, чтобы молодой человек вернулся, желаете, в принципе, если вы играете в облёд, значит вы хотели бы согласиться на интим с ним, ну в среде только ради интима, да, вот. И, в общем, вы хотите его вернуть. Вот это всё говорит о том, что у вас есть достаточно сильная личная заинтересованность в этом мужчине. И давайте вас не будет смущать термин личная заинтересованность. Понятно, что вы мужчину любите. Понятно, что вы хотите быть с ним. Но, смотрите, он предлагал вам брак, но условий не было. То есть мужчина финансово нестабилен и не найдёт. Он сразу же нашёл другую женщину, как бы устроился на работу и стал с ней жить. То есть, по сути, получается так, что мужчина вами не бронзит, раз он очень быстро нашёл себе другую женщину. При этом он пишет вам и хочет быть с вами. Это значит, если он хочет быть с вами вместе с ней, это значит, что им движут его интересы. И изначально у него были, а не его личные интересы, судя по всему. Исходя из этого, можно сделать, в общем-то, несложный вывод, что молодой человек, ваш мужчина, он действует только по своим ориентирам. Не на важности ориентиры, не на ориентиры и другой девушки, которая у него сейчас есть. Он не смотрит. Его волнует только он сам. И так было, судя по всему, изначально. Я бы хотел спросить у вас, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Вас устраивает такое отношение человека? Устраивает отношение человека, когда он видит только в вас средства для достижения каких-то своих целей и не более того. Если устраивает, если вам это нравится, но если вы хотите все равно быть с ним, если вы не считаете, что мужчине нужно ориентироваться на интересы своей женщины, ориентироваться на то, чего хочет она, если вы понимаете по факту, что вот он сейчас взял себе другую женщину, да, он с ней живет, он предлагает встречаться вам, то есть он мало того, что по сути не извиняется и не чувствует ответственности за то, что сделал больно вам, так он еще и начав новые отношения, уже с ней, как бы собирается изменять. Ну, можно только догадываться о том, какие моральные принципы у этого человека, что им движет и так далее. То очень важно понять, что мужчину вы не переделаете. Мужчину вы изменить не сможете, да и это было бы неправильно менять мужчину. Но вы для начала стараетесь увидеть картину, происходящую с вами, достаточно полно. А потом уже будете делать вывод. Если бы вы были мужчине дорогим, он бы никогда не стал бы так быстро встречаться с другой женщиной. Но это начал делать. И это значит, что у него есть в первых церквях свои зимуальные, а потом уже интересы зимуальные других людей. Теперь, значит, отвечаю на ваши вопросы. Вы спрашиваете, что делать? В принципе, обычно такой вопрос отвечает так. Исходя из того, что вы хотите, хотите. Значит, соответственно, если после всего того, что я вам сказал, вы все еще хотите быть ним, то отвечаю на ваш вопрос. Есть ли шанс, что он вернется к вам? Шанс, что он к вам вернется, есть, если он увидит в отношениях с вами, знаете, такое очень явное, яркое, четкое преимущество для себя по отношению к его настоящей девушке. То есть, если с вами ему откровенно будет лучше, чем с ней, и делать здесь не только в интим, а вообще, то он к вам вернется. Потому что это будет в его интересах, а мужчина, он своими интересами поступаться не собирается. Дальше. Значит, стоит ли соглашаться на интим, чтобы вернуть его? Спрашиваете вы. Опять же, вопрос заключается вот в чем. В принципе, чтобы вернуть мужчину, чтобы постоянно держать его в пределах своего внимания, ну и с ним согласиться можно. Но вы теряете при этом свою самооценку, вы теряете при этом свою гордость. Почему? Потому что мужчина вас бросил, он, по сути, начал встречаться с другой, он перед вами за это не извинился, он не раскачивается, это для него само собой разумеющееся, а он теперь предлагает вам разделять его с другой женщиной, то есть, смириться с тем, что вы для него не единственные и не на первом месте. Понимаете, мы здесь не судьи, не судьи, не учителя. Если вы хотите для себя такого отношения, такого пренебрежительного, неуважительного, если вы не против, чтобы вас использовали, а мужчина предлагает именно этого, использовать вас, если вы не против, то можете и согласиться. Но если вы в глубине души хотите все-таки отношений полноценных, искренних, равноправных, крепких, долгосрочных, уважительных, искренних, то так внести себя нельзя. Потому что, чтобы такие отношения были, нужно, чтобы вас любили. Мужчина вас не любит и не любит, он вас, скорее всего, потому что вы сами не любите себя. Раз у вас стал вопрос о том, согласен ли инвентин, значит, вы не очень сильно себя любите. А раз так, то и мужчина вас тоже не очень любит. А это означает, что отношения с теми характеристиками, которые привел я, невозможны. И до тех пор, пока вы будете даже в мыслях позволять себе соглашаться на интим, чтобы вернуть человека, пока вы будете хотеть вернуть его, при этом видя, что он относится к вам пренебрежительно, не очень уважительно, вообще не ценит вас и так далее, ну, вряд ли у вас будут те самые отношения, которых вы хотите. Душа, там это для этого, для этих отношений, ну, не меняться. И вы пишете, что осознали все свои ошибки и хотите как бы вернуться к нему. То есть, ваш разрыв с мужчиной, ваше расставание привело к тому, что вы начали осознавать свои ошибки для того, чтобы быть с ним. Складывается ощущение при прочих равных условиях, что вы от человека зависимы. Если это зависимость есть, то от нее нужно избавляться, потому что нельзя, будучи зависимым, в отношении выступать равноправным партнером. Все это, конечно, исключительно зависит от вас. Ну, и последний вопрос, который вы задаете, это как вести себя с ним сейчас. И вы знаете, если вы хотите быть с ним, во что бы то ни стало, то соглашайтесь на все условия, которые он вам предлагает. Принимайте его таким, как он есть. Старайтесь максимально отвечать его требованиям и так далее. Но тогда совершенно непонятно, почему вы ссоритесь. Ведь ссоры это отстаивание своей точки зрения. А вы, судя по вашему письму, на глубинном уровне свою точку зрения отстаивать не очень-то готовы. И получается, что ссоры это просто некая видимость. Зачем ссориться с человеком, зачем бы нас его поменять, если вы можете говорить о том, чего вы хотите. Если вы решаете принять все его условия, если вы решаете, что бы ни стало с ним быть, то старайтесь исключить фактор ссор. Они ни к чему хорошему не примедут. Если же вы решаете, что отношения такие вам не нужны, что мужчина такой вас не устраивает, то в таком случае вам нужно переосмысливать свои ценности, работать над собой, чтобы никто никогда больше не позволял себе так с вами себя вести. И вот только тогда вы можете рассчитывать на то, что ваши отношения принесут вам наконец удовлетворение и будут теми, которыми вы хотите их видеть. Ну, а как поступать и что делать? Решать вам, какой путь вы выберете? Какой выбор сделаете? Какое решение примете? Зависит только от вас. Если примете решение быть молодым человеком, это ваш выбор. Но придется многим пожертвовать. Если вы примете решение идти своим путем, в этом мы можем вам помочь. Сначала нужно тогда в этом случае определить причины, по которым вы так себя ведете. то есть вы готовы соглашаться на какие-то вещи, которые вас унижают. Вы готовы ждать мужчину, все равно его возвращать, несмотря на то, что он показывает вам, что вы ему не очень дороги. Это значит, что у вас есть внутренние конфликты, внутренняя неуверенность в себе, может быть, какие-то комплексы, сомнения и так далее. И все вот это нужно разбирать, чтобы убрать это, чтобы вы раскрылись как женщины, чтобы вы были самостоятельным человеком, чтобы вы были равноправным партнером в отношениях, чтобы вас никто не мог и даже в мыслях не было обидеть, использовать или оставить в качестве допустного варианта, но решать вам. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.